Рада себя приветствовать на своем канале. Сегодня будет небольшой обзор самодельной двухъярусной кровати для детей Барби, Штефи. Вот для таких вот, в нашем случае это куколка Энни. Это дочка Штефи. Вот для таких куколок. У нас их вот они. У нас их трое. Мы сделали с дочкой двухъярусную кровать и сделали вот такую вот отдельную кроватку. Вот. Все это делалось из коробок. Я взяла одну коробку. Обычная коробка из-под куклы. Из-под пупсика. Сейчас вам покажу. Вот. Я даже ничего тут не меняла. Вот. Эта коробка была. Это один из углов коробки. Здесь идет пленка. И, соответственно, второй угол. Вот он. Это верхний угол. Ну, в общем-то, понимаете, да? То есть, мне особо не пришлось тут что-то измерять, вымерять. То есть, я просто померила, чтобы все кровати были одинаковые. Все. То есть, я обрезала, ставила вот здесь вот. Кончики склеила. Все. Кровать готова. Дальше, что я сделала. Я покрасила акриловой краской белой. И наклеила салфетки. В стиле декупаж. Вот, пожалуйста. Вот, как это выглядит. Здесь я одно не заклеивала. Вот. Это обычная коробка. Вот. Плюс три, как видите, для деток. Вот такая вот коробка. Я ее покрасила белой краской. И наклеила салфетку. И все выглядит очень-очень даже достойно. Вот. Пошила постель. Вот. Матрас. На все кроватки. Вот такая подушка. Вот. Наволочка, как у нас у всех взрослых. В настоящих постельках. Вот такая вот наволочка. Синтопоном наполненная. Вот. И все. Куколка может ложиться спать. И одеяло сделала. Вот такие вот одеяла. Вот. То есть, ребенок мой очень-очень доволен такими кроватями. Это одна кровать. Вот для близнецов. Такая кровать. Мы ее украсили. Вот эти вот розы. Я делала из теста. Вот такие вот розочки. Ну, здесь мы обклеили все. И дно тоже. И вот эти вот палочки деревянные. Это бамбуковые палочки. Просто набор купила бамбуковых палочек. Для суши. Для суши. Сделала светильники. Взяла проволоку и бисер. Это обычный китайский бисер. Вот бусины китайские и бисер разного размера. То есть, это не чешский бисер. То, что у меня было в запасах. И вот еще один светильник для второй куколки. Для близняшки. И вот такие вот украшения. Это цветы. Вот из теста. Естественно, они высохли и стали такие твердые, красивые. Здесь поменьше мы сделали. И здесь сделали две большие розы. Вот вы можете... Не обязательно розы, так как у нас просто мотив был с розами. Можно и сердечки сделать. Можно сделать и миньонов, например, кому нравится мультик. И снеговика олова можно сделать. Да все, что угодно. Смотря какая у вас будет салфетка. Ну и в общем-то, все зависит от вашей фантазии. Ну и, конечно же, если вы будете делать с мамами, попросите, чтобы они вам помогли. Вы придумайте, они вам помогут. Это я обращаюсь к маленьким деткам. И, конечно же, если уже, в общем-то, детки взрослые, 10, 9, 8 лет, то вы можете сами сделать все это, как я делала вот эти вот розы. У меня тоже есть мастер-классы по лепке на моем канале. Я оставлю несколько ссылок из теста. Берете просто, даже можно пополам, берете половину соли и половину муки. Размешивайте. Смешивайте с водой. Воду добавляете постепенно, по чуть-чуть. Водички надо совсем чуть-чуть, для того, чтобы просто у вас тесто было мягким, эластичным, чтобы оно не клеилось к рукам. Если вы немножко переборщили с водой, значит, добавьте еще муки. И, смотря, какое количество у вас получилось теста, я делала стакан соли, стакан, потому что я много замешивала тесто. И добавляла ложку подсолнечного масла для эластичности. Вы можете добавить чайную, если вы маленькие делаете замес. Вот. И лепите. Это тесто может храниться у вас 2 недели, месяц в кулечке, в холодильнике. Вы можете постепенно делать какие-то поделки, брать с холодильника и лепить. И еще, что я вам скажу. Я использую данный материал как пластилин для ребенка. Я не покупаю пластилин. Мы как-то купили, и руки красятся от него, и он воняет жутко. Так что я делаю сама ей такой пластилин. Можно его делать цветным. Сразу вот я покрасила уже тесто. Это у нас высохло, и я покрасила краской. Но можно делать его уже цветным, то есть вмешивать краски. Но мне не нравится так работать, потому что руки красятся. Но это по желанию вы можете попробовать. Если вам понравится, вы можете взять тесто, разделить на 5-6 частей. Вмешать в каждую часть свой цвет. И слепить то, что вам необходимо. Просто тогда будет проще с готовым изделием просто подкрасить и немножечко, и будет вам готовое красивое изделие. Ну, я в основном всегда делаю просто из теста, а потом и разукрашиваю. И вскрыла лаком. Лак я покупаю обычный. Мебельный лак, акриловый. Он без запаха. Так что вы смело можете доверять своим детям, пользоваться таким лаком. Я отливаю его в маленькую-маленькую баночку. И, в общем-то, у меня даже ребенок 4,5 года может сам покрыть вот такое вот изделие лаком. Оно не воняет абсолютно этот лак. Быстро-быстро сохнет. Там 15-20 минут и лак высох. Он не липнет. Быстро-быстро высыхает. Вот такой вот получился, думала, небольшой обзор, но получился большой. Вот, постели. И все, куклы могут спокойно ложиться спать и отдыхать. Вот так вот. Так что радуйте своих деток такими вот поделками. И вообще делайте вместе все, даже если у вас взрослый ребенок 8-10 лет. Помогайте своим деткам, делайте вместе. Это будет все-таки времяпровождение вместе. И вам ребенок обязательно за это скажет спасибо. Дети такое очень любят общение со своими родителями, со своими мамами. Потому что у нас всегда нет времени на своих детей. Так что желаю вам хорошего настроения. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok